Доброе утро! И снова модный четверг, с вами Ольга Демидова. Не за горами весна, а потому самое время настроиться на свежую волну и обновить свой гардероб. В центре внимания будет розовый цвет, причем во всех его проявлениях, от нежно-пудровых оттенков до сочной фуксии. Добро пожаловать на фуксию! Вместе с примеси синего этот цвет категорически не подходит людям с теплыми тонами кожи, волос, глаз. Он сразу высвечивает им какие-то синяки и делает более землистый цвет лица. Но в принципе это не повод для расстройства, по той простой причине, что это только значит, что функция не для носителя самого лица. То есть нельзя носить блузки, свитера, шарфы, крупное колье. Но можно позволить себе юбку, сумку или обувь. Какие цвета в паре с розовым будут актуально смотреться будущей весной? Позволить на сочетание таких сочных тонов, как оранжевого, изумрудно-зеленого, фиолетового. Тем же, кто хотел бы попробовать фуксию, но пока не готовы добавлять в свой наряд больше одного яркого акцента, можно посоветовать сочетание от темно-синего до серо-синих оттенков. Потому что они, в общем-то, присутствуют в палитре любого цветотипа и приглушают фуксию. Вертикальная и горизонтальная, широкая и узкая, все и сразу ярких цветов. Пестрая полоска в тренде этой весной. Что же нам делать, чтобы наш полосатый рейс удался? Нужно помнить, что тот факт, что горизонтальная полоска полнита, вертикальная страниц, это не более чем миф. Да, безусловно, вертикаль страниц, но только в том случае, если полоски достаточно широкие. То же самое верно, в общем-то, и для полнящей горизонтали. Если полоски узкие, то эффект получается обратным. Вертикаль начнет полнить, а горизонталь страниц. Если полоска слишком контрастная, то она противопоказана людям с так называемой неброской внешностью. То есть со светлыми волосами, светлыми бровями, светлоголубыми или зелеными глазами. То есть, если вы хотите носить контрастную полоску, лучше держать ее подальше от лица. Кроме того, не стоит использовать пеструю полоску на очень узких брюках. Только если у вас супер стройные и очень худые ноги. Воздушные рюши и валаны – символ женственности и красоты. Расскажите нам об этом уникальном тренде. Валаны и оборки представлены в двух вариантах. В женственном, нежном, в воздушных тканях, в постельных оттенках. Но также и в довольно агрессивном и эпатажном варианте. Потому что в моду снова вернулись 80-е. То есть это могут быть валаны из бетализированных тканей, из парчи. И валаны и оборки – это своеобразная палочка-выручалочка для девушек, которым не хватает объема в тех или иных зонах. Соответственно, если вы желаете увеличить зрительный бюст или бедра, то оборки надо располагать в этой области. И напоследок остались широкие брюки от бедра и завышенной талии, как носили наши мамы. Очень модно. Всем ли подойдут такие брюки, как их лучше носить? Считается, что широкие брюки идут только высоким девушкам, но на самом деле это не совсем правда. Этот принцип верим только когда речь идет о жестких тканях и прямых линиях. Например, о брюках со стрелками. Если вы девушка маленького роста, но широкие брюки носить все же хочется, стоит дать предпочтение мягким линиям и мягким тканям, которые могут драпироваться, которые будут колыхаться при ходьбе. Кроме того, вы можете выбрать укороченные широкие брюки и за счет изящной обуви и тонких лодыжек ваша фигура ничего не потеряет. Топ весенних трендов составляли Ольга Демидова, Анастасия Макеева и Сергей Курков. Будьте в форме и развивайте свой стиль при помощи новых тенденций. Будьте особенными. Продолжение следует...